Антону 16. В этом центре он уже несколько месяцев. Особенно нравятся занятия лечебной физкультуры. На беговой дорожке, шутят взрослые, парнишка ежедневно доходит до Домодедовской. Хочется отметить работу всех специалистов. В общем, внимательные отношения, индивидуальный подход к детям. Поэтому хочется пожелать дальнейшей работы центру, деткам здоровья, а мамам терпения. Среди ребят мы заметили и нашу старую знакомую Леру Вахонину. Девочка здесь хорошо адаптировалась, начала второй курс реабилитации. Одна из важнейших функций движения для нее, казалось бы, была утрачена навсегда. Но усилия собственной воли плюс требовательность инструктора – и вот результат. Лера передвигается на четвереньках и даже самостоятельно сидит. Без упорства никуда, одним словом. Если начинаешь с ними сюсюкаться, честно, откровенно, они сели на шею и поедут хорошо. Особенно вот эта Лера, которая актриса еще та. Приходится как-то упором, толчком их четко, грамотно подавать команды. Левую пошла, левую, левую. Вот, молодец. Так, правую пошли. Молодец. Много чему научились. Если на лошади она лежала, она даже сидеть не могла. Сейчас она сидит, сидит без поддержки, сидит сама. Идет развитие психическое, психологическое. Идет общение с себе, подобными, так сказать, с ребятами. Наталья узнала свою дочь с другой стороны. Не беспомощного человечка, а труженика и борца. Это боец. У нее что-то не получается, она чего-то боится. Уже даже я руки опускаю, что выше головы не прыгнешь. И вот она вот как линенок на ручках, на ножках, все равно пытается сама. Вот мы вчера были дома, у нас вчера был перерыв. Она дома занималась сама. В центре с ребятами занимаются специалисты-профессионалы. Курсовка рассчитана на 15 дней. За это время реабилитационные мероприятия проходят 20 ребят с самыми различными диагнозами. Каждого ребеночка ведет у нас педиатр. Он отслеживает динамику, когда ребеночек пришел к нам. И когда уже ребеночек заканчивает все процедуры. Если у нас дети находятся до полугода. Андрюша Серкин тоже в центре за Всегдатой. Прогресс есть и существенные делятся впечатлениями его мама Наталья Кенина. Есть результаты. Стал левой рукой работать, левой ногой стал работать. Стал более реагировать уже. Не так, как бы постоянно сидит, сидит. Сейчас уже реагирует на все. Поднимает руку, ногу. У центра много друзей, которые помогают делом. Предоставляют возможность ребятам посещать театр, другие мероприятия. Каждую субботу, благодаря поддержке администрации Ленинского района, который выделяет для детей инвалидов автобус, те могут посещать контактный зоопарк «Зверушки». Кстати, благодаря уже администрации зоопарка бесплатно. Когда идешь с ними, сопровождаешься в контактный зоопарк, видишь, как они радуются, как они взаимодействуют друг с другом, как они общаются с животными. Это несказанная часть. Это действительно воодушевляет на дальнейшую работу. Друзья-благотворители преподносят в дар ребятам молочную продукцию, йогурт и творожки. И сами дети, и их родители благодарны таким подаркам. У центра большие планы, к примеру, психологическая помощь. Она необходима не только детям, но и их родителям. Здесь ее планируют вскоре оказывать, даже несмотря на то, что помещение центра очень маленькое и приходится в прямом смысле слова ютиться. Но говорят же, в тесноте да не в обиде, а обиженным отсюда точно никто не уйдет. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.